Это могли бы быть крепкие сосны, но теперь это лишь дрова. Кто занимается вырубкой лесов, а главное законно ли, нам еще предстоит узнать у Минприроды края. Мы уже отправили туда запрос и там наверняка знают о массовой вырубке лесов в Косихинском районе. Однако нас интересует и другой вопрос. Как к такой картине относятся лесные жители? Ведь птицам-то все равно на закон. Но не все равно, но неприятное соседство с человеком. В самой чаще леса в окрестностях села Верхжилино едва слышен щебет птиц. Так в этом месте было не всегда и визуально тоже. Еще прошлой осенью крона этих деревьев была устремлена вверх, рассказывает местный житель Роман Алдергот. Фотограф-натуралист встретил тогда пару взрослых сов. Ящик, который я развешал по осени, повешал. Здесь рядом держались совы. Я подумал, что птенцы должны быть либо в гнезде, либо рядом. Поснимал, чтобы не стал беспокоить. И ушел. Потом через пару недель я пришел, чтобы проверить птенцов. Они должны были подрасти уже. Однако скворечник оказался пуст. Следов пребывания птиц в них тоже не было. Видимо, взрослые особи улетели, так и не оставив потомства. И понятно, в нескольких шагах от домика для пернатых вовсю рубили лес. Тут же идет постоянно шум пилы, деревья падают, грохаются. Все это шумит. А совы прислушиваются к каждому шороху. Они ловят мышей, слушают мышей. Все это мешает. А если даже какие-то гнезда страдают не от того, что их спиливают, но и от того, что рядом идет такая интенсивная работа, конечно, это просто гибель кладок, гибель птенцов. Понятно, что в этом месте они гнездиться уже не будут, особенно если деревья будут спилены, на которых они гнездились, потому что совы гнездятся в чужих гнездах. То есть должно быть что-то гнезда другого вида. Обычно это гнездо либо коршуна, либо гнездо конюка, которое сова достраивает уже. То есть оно не строит с нуля это гнездо. К слову, в ответе от Минприроды края спил деревьев назвали рубкой ухода, который проводит Боровлянский лесхоз. Ущерб птицам по документам не мог быть нанесен. Гнезд поблизости не было, миграция птиц уже прошла. Но в период гнездования, утверждают орнитологи, рубок быть не должно или сроки их необходимо сдвинуть. По крайней мере, во всех документах для лесопользователей это должно быть прописано. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком.